Так вот, по-видимому, у нас делала необходимая семантическая анализа стиха. И поскольку речь идет о стихе, то здесь нужно сделать одну оговорку. Одно из достижений стиховерения — это выработка таких чётких методик для алгоритмов наших, анализа стиха. И вот возникает вопрос, возможно ли в перспективе алгоритм семантического анализа стиха? Или методика семантического анализа стиха? Ну, я постараюсь как-то осветить это настолько, чтобы это более-менее ясно стало из дальнейшего. Возвольны в перспективе методикой семантического анализа стиха. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала определить, в чём состоит специфика семантического анализа языка по сравнению с анализом диплома. И я сначала просто рассматриваю некоторые основные положения современной семантики, потом какой-то собственной материал приведу. И вот надеюсь, что ответ на этот вопрос как-то будет получен во всех предотвратительных. Ну и люди, дети. Значит, в дальнейшем я буду в основном говорить о лексических значениях, хотя будут затрагиваться и грамматические. И я напомню, что значение языковой единицы, ну, по крайней мере, лексическое, принято представлять в виде её толкования или дефиниции. Значит, ну, это такой, вот, кроме того, ещё такой немаловажный термин, который я постараюсь вот сразу ввести, потому что я привыкну им пользоваться и не умею без него выходиться. Значит, как известно, большинство слов в естественном языке однозначно. И когда говорят о лексическом значении или о толкуемом значении, то имеется в виду не свободность всех значений слова, а одно значение слова. Это очень важно подчеркнуть, потому что для невзгушевого носителя языка единицей, так сказать, единицей языка является слово. Делить слово на значение – это некоторая исследовательская задача. Значит, значение слова, отдельное значение слова не дано нам в таком прямом, так сказать, наблюдении восприятия, как просто слово. И вот слово, взятое в его отдельном значении, я буду называть лексимой, так как это принято в Московской симатической школе. И совершенно не принято нигде, потому что английский термин лексима значит что-то совершенно другое. Но вот я буду называть лексимой слово, взятое в одном его значении. Значит, если кто знает юбистику более раннюю, тот понимает, что лексима – это то же самое, почти то же самое, что лексико-сематический вариант Смирнинского. Ну, вот это вот такое, думаю, слово-употребление. Так, в чем состоит задача семантики, как мне кажется? Значит, ну, три можно выделить вещи. Первая вещь – требуется эксплицировать интуитивно ясные принципы толкования значения. Значит, у нас есть много словарей, на данный момент толковых и количеств их растет. И лексикограф интуитивно пишет толкование. Он вообще очень хорошо понимает, на что он опирается, но вот такие вот принципы толкования значения, вот все проблемы семантические начали эксплицироваться и как-то решаться, приблизительно тогда же, когда возникла задача экспликации других лингвистических понятий, там, типа, часть речи и падеж, где-то в 60-е годы. Ну, и сейчас вот эта задача, так она очень, уже очень много там сказано, наверное, к теме экспликации этих принципов, оттолкования значения, я тоже их послушаю. Вторая задача, более широкая, состоит в том, чтобы последовательно применять эти принципы выработать толкование лексических, ну и также грамматических значений того или иного языка. Вот это очень большая задача, потому что слов в языке много, в раме много, все они многозначны, и это задача таких, она конечная, но она почти астоматических объектов. А третья задача состоит в том, чтобы на основе полученных единиц и описаний семантических толкований сделать какие-то выводы об устройстве семантической системы данного языка и языка вообще. Вот первая и вторая задачи тесно связаны, и в дальнейшем, ну, придется кассоценить больше. Задача третья будет в межтехнике, но тоже затронется. Ну вот, теперь перейдем к принципам толкования значений. Значит, одно из первых исследований, которое было посвящено экспликации словами и понятия, ну, я бы сказал, до сих пор непревзойденной по полноте, эта книга описана лексической семантикой. Вот, ну, все, кто занимается семантикой, на нее существенно опираются. И вот два там были совершенно очевидных принципа, там затоплено четко сформулировано. Первый принцип состоит в том, что сложное должно толковаться через простое. Или толкуемое значение должно определяться через полное толковое значение. Это абсолютно понятно. Второе тоже вполне самое очевидное требование состоит в том, что компоненты толкования, вот мы истолковали значение, у нас есть лексема, у нас есть ее толкование. Значит, компоненты толкования должны быть необходимы и достаточны для определяемого значения. То есть, там должны быть перечислены все нужные компоненты, все, которые присутствуют в слове, и не должно быть ничего лишнего. И вот эти принципы, конечно, давно интуитивно, так сказать, все на них и так опирались. Значит, а в чем шаг современной семантики? Значит, я, так сказать, современная семантика противляет, ну, поскольку лингвистика становится все более, так сказать, ну, стремится стать, ну, чуточку точнее, науку чуточку более точной, чем в других гуманитарных науках, то вот современная семантика предъявляет определенные требования к тем простым значениям, через которые толкуются более сложные. Значит, наиболее четко эти требования сформулированы в теории семантических примитивов. Вообще, теория семантических примитивов, она наиболее близка к традиционной лингвистики. Это не формальная семантика, это не генеративная семантика. Она такая, и отчасти поэтому, она, на мой взгляд, и более богатая, и более перспективная в теории семантических примитивов. Ну, я напомню, я тебе тут забыл, что она развивается в Англии Жигейске в Австралии, это, так сказать, одна вид этой теории семантических примитивов, а другой вид развивается в московской семантической школе, прежде всего, в Писянам. И между этими ветвями есть некоторые расхождения теоретические, но они сейчас не очень важны, я на них не буду останавливаться. Значит, в теории семантических примитивов в качестве мета-языка семантики используется естественный язык. В этом отношении эта теория не отличается от традиционной лингвистики. Однако в теории семантических примитивов к этому мета-языку приближаются такие четкие требования. А именно, ну вот в том виде, как я сейчас скажу, это, конечно, не математическая, так сказать, четкость, но такая интуитивно понятная. Значит, для мета-языка семантики отбираются какие-то, далеко не все, какие-то определенные вещи из обычного языка. Значит, используется, получается, у нас под язык, естественно, языка. Он состоит из относительно небольшого числа слов, в общем, взятых в центральном значении и достаточно простых, односначных синтоксических конструкций. Значит, у нас там не должно быть аминемии в нашем мета-языке, они должны быть полисемии, и синтоксические конструкции должны быть однозначные. Ну, все, кто занимался коммунитатом и науками, знают, что все эти идеалы недостижимы, но мы будем считать, что вот этот идеал есть, и не будем говорить, что вот это в этом случае не получается, а в таком не случается. Вот у нас есть такой фундамент. Главное, что отличает теорию семантических примитивных от практики и других теорий семантических, состоит в том, что вот в этом под языке, в этом семантическом мета-языке выделяется группа, так сказать, особых лексем, таких привилегированных лексем. Это такой исходный словарь мета-языка. Значит, в чем их привилегированность? Они участвуют в толковании других лексем, но сами считаются настолько простыми, что дальше, что сами ни через что не определяются. Вот через них толкуют, а они сами не толкуются, не раскладываются на более простые понятия. И вот эти привилегированные слова называются семантическими примитивами. Все другие единицы языка сводимы к семантическим примитивам. Важно, что в московской семантической школе толкование делается по ступенчеству. То есть от сложного к менее сложному, но еще и к самому простому. От этого менее сложного к еще менее сложному, и такой, что семантический примитив. Но надо сказать, что в последние годы эта теория примитива была уточнена. Но в частности выяснилось, что семантические примитивы такие сложные. Но вот этого сейчас не надо, не обязательно касаться, я этого касаться не буду. Это теоретические вопросы, но они как-то для нас, для стиха они в вашем случае не важны. И дальше что же нам делать? Ведь у нас есть привилегированные слова, эти семантические примитивы, и мы через них толкуем по ступенчато другие слова. Значит, ну вот довольно естественно, ну это ожидаемо, что в естественном языке семантические примитивы, а также более сложные смыслы, они образуют определенные комбинации или конфигурации, такие смысловые комбинации. И такая какая-то комбинация смыслов, не только один семантический примитив, но и комбинация более сложных смыслов. Она может входить в большое число языковых значений. И вот требование, которое предъявляется к описанию результата на всех уровнях, это требование системности. В чем состоят требования системности? Большое количество очень разнообразных единиц должно описываться через небольшое количество других единиц. И тогда описание называется системой. Это значит, у понятия система есть разные определения, но вот любвистия оказалась на него близко то определение, которое принято в биологию, такое биологическое определение. И, значит, описание семантики языка в каком смысле системно, как можно большее число лексем или граммем, число значений, должно описываться через как можно меньшее число смысловых конфигураций, ну или как можно меньшее число примитивов. Ну, аналогия может быть с калейдоскопом. Значит, там сколько-то зеркал, да, такое устройство зеркал, 6, да, и несколько камешков. И вот из этих нескольких камешков и нескольких зеркал образуется, ну, как кажется, бесконечное количество вот этих вот узоров. Вот значит, мы должны выявить такие примитивы и близкие к ним такие простые семантические комбинации, чтобы они и с их помощью образовать, мы могли описать огромное количество самых разнообразных лексических и гамматических значений. Хорошо, значит, это вот такие общие слова. Теперь, как толкуются лексические значения? Значит, я сразу скажу, что методики толкования лексического значения не существует. Значит, для ремниста, который занимался семантикой, это очевидно понятно, и такое утверждение, ну, как бы, в конференции, это было бы несколько странно. Но, повторяю, что, значит, вот здесь надо ориентироваться на стиховедение. А в стиховедении, ну, все же говорим о методиках равных выводах. Значит, сейчас методики толкования лексического значения не существует. Значит, почему это, я думаю, можно будет обсудить в конце доклада. Но, хотя и методики нет, но существуют, вот цитирую Абрисяна, некоторые эвристические приемы, облегчающие, хотя и не гарантирующие, нахождение правильного толкования в другом случае семантического анализа. И почти все эти приемы интуитивно известны каждому лексикологу и практику. Ну, вот эти приемы перечислены в хэнтаутах, анализ ситуации. Значит, надо подумать, что называется этим словом. Это называется анализ ситуации. Второе, это анализ праграмматически связанной группы слов. То есть надо взять синонимы, аналоги, антонимы, дериваты данной лексика и сравнивать их двух с другом, понять, в чем состоит специфика данного слова. Особенно здесь полезно сравнивать лексику с ее синонимами. Потому что синонимы это слова, это будет синонимы лексика с очень близким значением. Ну и как известно, когда рассматривают две вещи, глазок не выруется на лоб зацветие. Он здесь в хэнтаутах. Анализ праграмматически связанной группы слов. Второй, третий лексический прием, это анализ синтагматически связанной группы слов. Но эта группа слов надо смотреть на сочетаемость их тела, на то, как она себя ведет в предложение, высказывание в тексте. Это называется анализ синтагматически связанной группы слов. И четвертый, это анализ отрицательного языкового материала. Значит, этот вот, этот, это эксперимент по щербе, когда мы смотрим, вот это слово подставляется в такой-то контекст, а такое-то не подставляется, хотя у него близкое значение. Почему не подставляется? Почему получается носок? Значит, вот все эти приемы будут проиллюстрированы в дальнейшем, поэтому сейчас просто они на ныне обозрения такого. И первый анализ ситуации я проиллюстрирую после цитаты из лексической семантики. Абрисяна, как сказала, на нем долго не задерживаться. А дальше, вот, перейду к другому материалу, который может быть, вот, окажется полезным, ну, с учредением, штрафа, вот этих вот остальных трех приемов. Значит, анализ ситуации. Вот прямо цитата на нашей дате. Костер определяется в словарях, как «горячая куча дров в сучьи». Представим себе, однако, кучу дров или сучьев, горящую в печке или камине. Очевидно, ее нельзя назвать костром. Существенным свойством костра является незамкнутость, открытость в ближайшем к тому пространстве. С другой стороны, костер не обязательно разводят на основе дров или сучьев. Материалом для него может послужить и солома. Существенно, однако, использование твердого топлива, потому что огонь на основе керосина, спирта или иной горючей жидкости, даже если он зажжен на открытом месте, еще не костер. Заметим, наконец, что костром по-русски можно назвать А. Устройство для получения огня, подготовленное для горения, но еще не горящее. Костром уже сложен, осталось только зажечь. В. Огонь – это устройство, сгущающее в тисунниках, на замедленном длине костер. То есть, мы же не устройство заметили, а сам огонь. И. В. Устройство вместе с огнем, жарится что-либо над костром. Анализ этих и им подобных ситуаций приводит к следующему, более полному и корректному определению. Костер – устройство для получения огня, компактно уложенный, не в специально огороженном пространстве, пуске твердого топлива или сам огонь этого устройства. Ну, это было написано в 1974 году. А сейчас уже много народу поднатарело в этих выработке толкования. И вот, а почему не в специально огороженном пространстве, а в степи? Мы взяли камни, поставили, чтобы огонь не задувало и так далее. Ну вот, со всеми этими оговорками все-таки примем, что костер – это не только, не просто горящая куча дров в Сочи, а это любое твердое топливо, которое горит на открытом пространстве, это и не очень может быть удачно отмечено словами не в специально огороженном пространстве. И что это может быть и сам огонь, мы тоже называем костром. Ну, хорошо. Значит, я на анализе ситуации больше не буду останавливаться, а вот просто сейчас перейдем к новому генеалу, и вот на нем все это будет проиллюстрировано. И, значит, я рассмотрю слово «лужайка». Значит, слово «лужайка» в самом их точке в день неинтересно, но вот я буду рассказывать все, что в день, с которым мне интересно. Это слово обозначает определенный пространственный объект. Это может быть природный объект, лесные лужайки, и искусственный. Лужайка перед белым зоной. А как искусственный объект лужайка – это что-то типа газона. Вот для дальнейшего мне удобно считать, что слово «лужайка» имеет две лексеры. Лужайка 1 – это природный объект, а лужайка 2 – это искусственный объект. Значит, это оказывается не только удобно технически. Значит, по данному корпусу, ну, по самому предварительному полетному данному корпусу, оказывается, что для людей, ну, так сказать, моего поколения, лужайка – это скорее природный объект. То есть в текстах тех лет лужайка – это вот лесные лужайки, на которых там герой растягивается, смотрит с неба и там о чем-то в высоком думает. А для людей, вот которые сейчас студенты, и, соответственно, в текстах, начиная с 2000-го года, лужайка – это вот перед американским домом, где дети играют, ну, или там, ну, не обязательно перед белым домом, а просто перед своим домиком. И это очень хорошо видно. А вот такое вот неоднородное распределение показывает, что такие-то действительно две лексеры. А почему так произошло? Ну, вот там, почему так одна лужайка потесняет другую? Ну, это, из-за того, там будут примеры, это будет понятно. Значит, я сначала буду рассматривать лужайку как природный объект. Ну, пример. На всем лужайке лужайку на опушке нет, устроили пикмин. На лужайке прислезли цвета. И применяем для толкования этого слова, применяем наш эгритический прием. Берем партигматически связанный с лужайкой слово «поляр». Ну, почти что синоним. Нашли поляру на опушке леса, устроили пикмин. Поляру прислезли цветами. И, значит, вырабатываем следующее предварительное толкование. Не толкование. Толкование, а, скорее так, мы находим ту общую часть значения, которое есть и в лужайке, и в поляре, находящейся в лесу, или на опушке. Относительно небольшое, открытое, ровное место, на котором растет трава, невозможно святить. А дальше начинаем смотреть сочетаемость вот этой вот синтоматической, грубо говоря, синтоматической связи слов с лужайкой и поляной. Значит, лужайка невозможна, или вот какой-то возникает спротыкач в некоторых контекстах со словом «лужайка», в котором для слова «поляна» совершенно нормально. Темные поляна, лунные поляны. Уныные осенние поляны – это вообще нормально. А темная лужайка, лунная лужайка, унылая осенняя лужайка – это очень странно. Ну, так и можно сказать и написать. Но это не та стандартная сочетаемость, которая отражена в таком большом количестве контекстов. И у этой стандартной сочетаемости есть, кстати, одна особенность. Значит, она стандартная не только потому, что она статистически очень частая, но и потому, что она как бы первая приходит в голову. И вот эти нам лунные поляны, тем, кто смотрел там известный фильм, где они там спят где-то в чём-то, может сразу прийти в голову. А лунную лужайку ещё придумать надо. Это как будто вообще непонятно что. Допустим, мрачные поляна и очень, по-моему, плохо мрачная лужайка. Грязная поляна тоже хорошо, а грязная лужайка плохо. Можно это всё вернуть и в любой текст, и в остроумие в какой-то, но это не стандартная сочетаемость. Что-то здесь вот не то. А если взять положительное окрашенное определение, то и то, и другое нормально. А солнечные поляна – солнечная лужайка. Весёбая поляна – весёбая лужайка. Итак, лексима лужайка, в отличие от лексима поляна, ассоциируется с чем-то светлым, с чем-то приятным и хорошим. В слове лужайка есть какой-то компонент приятности, семантический. Мы ещё не знаем, какой он. И вообще этому факту ещё надо дать семантическое объяснение. Пока мы видим только какие-то ассоциации и сочетаемости. Но первое, что приходит в голову, ведь слово лужайка уменьшительное. И может быть, вот этот уменьшительно-ласкательный суффикс, в основе слова лужайка, лук плюс айк, он указывает на приятность объекта. И тогда вот эта сема, которая уменьшит уменьшительный суффикс, уменьшительно-ласкательный, вступает в противоречие с контекстом, как вязваем, мрачным и так далее. И поэтому вот эти все сочетания невозможны. Здесь противоречие есть. Контекст протворечит семью, которая выражает одну из сем, в одном из компонентов, в котором выражен данный слог. И предположение это действительно правильно, потому что стоит заменить поляну на поляну в нашем эксперименте, как у нас тоже все так же лунная и полянка, так же нехорошо, как лунная и лужайка, унылая и полянка тоже не сказать, мрачная и полянка тоже не сказать и так далее. Таким образом, что мы сейчас выяснили? Мы выяснили вклад уменьшительно-ласкательного суффикса значение слова полянка. И, наверное, лужайка тоже. И теперь, казалось бы, эрексивы лужайка и полянка должны уже иметь тождественную сочетаемость. Поляна и лужайка разная сочетаемость, а полянка и лужайка тождественная. И, тем не менее, опять у нас какая-то разница получается. Вообще, если даже не убирать эту сочетаемость, не убирать это все дорожными проблемами, то, чем мы сейчас занимаемся, был анализ отрицательный языковой материал. Даже если не придумать этот отрицательный языковой материал, а просто в себе покопаться, то мы чувствуем, что лужайка – это что-то летнее, теплое, а полянка любая может быть. Она и зимой полянка может быть. И вот примеры 2 и 3 подтверждают. Можно сказать, сверкнувшейся с этим полянка, а сверкнувшейся с этим полянка как-то не скажешь. Девочка вышла на полянку и сняла лыжи хорошо, девочка вышла на лужайку и сняла лыжи плохо, потому что на лужайке, как и снять, какие лыжи вылужайки, а на полянке маленькие, ну и так далее. Значит, по слову «лужайка» гораздо более избирательно сочетающего слова «полянка». Это надо объяснить. Значит, объяснение такое. Значит, лужайка – это такой летний объект, на нем растет трава. А как это написать? Если взять вот этот один авгань доута, находящийся в лесу или на пушке, относительно небольшое, открытое ровное место, в котором растет трава и разные цветы, и добавить лесом. Так лесом это и всюду растет, а его нигде не растет. То есть добавка летом, или в летнее время, в теплое время года, ничего нам не дает. Трава и цветы всюду растут в теплое время года, нигде не растут в холодное. Значит, надо как-то выпутиться. Значит, выкручиваемся так. Лужайка обозначает такое открытое место, на котором растет трава в описываемый момент. Отсюда ненормальность приведенных примеров. Значит, девочка вышла на лужайку и сняла лыжи, в описываемый момент на лужайке растет трава и, возможно, цветы. А контекст вот этой лыжи, слово лыжи входит в указание на снег. На то, что снять лыжи, это значит поверхность, подкрытая снегом. И вот это то, что в описываемый момент, там вообще трава и цепоза, и получается, вот в описываемый момент, там же лежит снег. Это противоречие, которое делает этот пример плохим, ненормальным, семантически аномальным. Получается, что слово полянка обозначает объект независимо от времени года. А вот слово лужайка именно описывает объект таким, как ему вылететь в теплое время года, лето, весну и раннюю осенью. И в толкование обоих слов входит компонент растет трава. Однако, вот этот глагол «расти» в значении «растет трава» он употреблен, так сказать, но есть ображаться, я так не буду грузить аудиторию сложной такой русской терминологии, а попросу можно сказать так. Вот этот компонент «растет трава» в слове лужайка употреблен в форме continuous, ну, по-русски значит «акторные длительные значения», но continuous, мне кажется, больше людей знает. А в слове полянка компонент «растет трава» употреблен в форме indefinite или simple present. Там continuous, а здесь indefinite. Вот в этом вся разница. Ну, есть русские соответствия этим терминам, но легче, как мне кажется, воспринимается. Значит, и высказывание 2 и 3 аномально потому, что подразумевает отсутствие в описываемом момента травы в данном месте, а это потому, что там будет снег и лыжи, а контекст подразумевает отсутствие, а внутри слова лужайка есть компонент, который говорит, что трава растет в описываемом моменте. Вот это и притворечено. Ну, значит, следующая задача обсуждать, почему так вдруг глагольные грамемы оказались внутри семантики существительного. Это отдельная проблема, к которой мы вернемся. А сейчас, значит, мы же знаем, что язык – это множество классов, классов слов. Не бывает уникального слова в языке. Значит, надо найти подобные слова. Ну, попытаемся это сделать. Значит, в нашей климатической зоне ведет очень много пространственных объектов, которые в разное время года выглядят по-разному. Реки озера замерзают зимой, а в теплое время вот там вода течет. Леса разные, одно дело года, зимние леса, то есть вес летом. Просто открытые пространства, покрытые снегом, не покрытые снегом. Наконец, звери очень многие меняют, тоже выглядит по-разному летом и зимой. И отдельные деревья, лиственные деревья, тоже по-разному выглядят. И вот хочется думать, что слово лужайка в рассмотренном отношении не одиноко. И первая гипотеза состоит в том, что слова лужайка и полянка унаследовали свой специфик от производящих слов, от слов лога и поля соответственно. Слово поле означает в своем первом центральном корневом значении на значительное большое открытое ровное пространство, без указания на какую-либо растительность. И вот нашли большое поле, есть сиркуляция диноболя. Или перед нами расстилались бескрайние снежные поля. Указания на растительность нет. Можно думать, и поэтому слова поляна нет указания. Вообще бы какого-то растительность в данный момент. А слово луг тоже обозначает достаточно большое открытое ровное пространство. Однако луг у нас все-таки ассоциируется с травой. И самое... Вот спросить человека, как... Ну, почти что с улицы. Придумай предложение со словом луг. Луг без средств святает. Ну, кажется, этот солдарь ничего не придумал. И можно думать, что слово лугу совершенно подобно слову лужайка. То есть обозначает вот это пространство, на котором растет трава и возможности в момент наблюдения. Но вот для нас, городских жителей, это может быть и так, потому что мы бываем в долгах и полях почти скучит и в теплый лугу луга. Но если посмотреть корпус, то увидим, что в значение слова луг входят еще какие-то указания. И поэтому важно, что в этом месте растет трава вообще в описанный момент. Заливные луга это какие-то пространства, на которые вообще растет трава, но которые как-то вот заливает вешней водой. Пойменная луга, то есть затопление лугов. Потом примеры, которые сейчас, может быть, воспринимаются не очень современными. В волосном правлении по вечерам густу гудели мужики, составлявшие прошение Мороза насчет каких-то спорных лугов. Значит, на спорных лугах не обязательно сейчас растет трава, а вообще это губа, да? На опушке леса на крутом Бесчаном берегу Сталицы, отделяющей луг от леса, стояли еще небольшой хутер. Значит, Сталица согрела луг от леса. Немножко типографические примеры, такие как бы важнее и лугой, и ток леда. Значит, и вот Мас пишет, что луг — это такое синопосное пастбищное уходье, то есть значение слова «луг» в коем указали о том, как его используют. Поэтому лугу можно назвать даже вот этот уход и даже зимой. Зимой сильный метель, когда невозможно было выйти из дома, раздавались из-за удара большого колокола. И невольно думалось о плотниках, застегнутых эти непогоды в поле и в лугах, избившихся с дороги. Известно, что это уходье, значит, его называют лугой. Для этого, что там растет трава сейчас. Ну и десятый-одиннадцатый пример тоже, особенно одиннадцатый. Окна входят на соседний крестьянский луг, летом в окончике, зимой ровно перлоснежно. Вот это Лидия Чуговская в повесе регионального автора. Итак, слово «луг» отличается от слова «лужайка» тем, что в него входит компонент растет трава, но в форме simple или simple present. Почему? Потому что значение слова «луг» входит указание на использование объекта. А «лужайка», в отличие от слова, не имеет практически значения для человека. Она как бы объект, который улюбуется. Недавно лужайка – это как будто что-то из мурзилки такое. Его не используют. Это отражается в семантике слова «лужайка» в церковании этого слова. Теперь перейдем к слову «лужайка» как искусственному объекту. Если этот объект искусственный, он для чего-то предназначен, и значит, он должен быть устроить, грубо говоря, как слово «поляна», а не как слово «лужайка». Ну, как слово «луг». «Лужайка» перед белым домом. И вот пример тринадцатый, с которым ясно, почему у нас исчезают лесные лужайки, а появляются лужайки перед домами. Потому что к нам не то, что к нам пришли американские реалии, но просто мы гораздо ближе к такому с американскими реалиями. дворники исчезли вместе с дворами, а дворов не стало. Когда Никита Сергеевич сидел в Америку, он привез оттуда идею для огороженных лужаек и столовых самообслуживания. Лужайки не появились, но исчезли палисанники с золотыми шарами. Получается, что у нас лужайка такой настоящий артифор, такой газон, имеет назначение, создается для прошения территории, и сближается со словами «газон и клуба», устроенный перед домом или в каком-то другом месте относительно небольшое ровное место, на котором растет трава, и у вас были цветы, которые приносят среди упростили. И слово лужайка, конечно, в ней тоже есть этот компонент «растет трава», но это «предсент симпл», «предсент ингредиент». Ну, значит, ничего не обнаружили. Но, тем не менее, мне удалось каким-то образом обнаружить еще одно слово, которое похоже образом, как слово лужайка. Это слово «пашня». Значит, пашня толкуется в массе, и даже в двоедном ушаху, как вспаханное поле. Но, когда мы видим это вспаханное поле, мы понимаем, что это состояние объекта имеет место в одинственном моменте. Не то, что когда-то вспахали, а потом оно заросло, его уже не называют вспаханным, это семантика причастие, причастие, Мы теперь посмотрим, правильное ли это толкование, верно ли, что пашня это действительно вспаханное поле. Да, во многих стандартных контекстах слово «пашня» действительно обозначает только что вспаханную землю, чернеют пашни. Вот мы не говорим «зеленеют пашни». Вот у нас пашни только чернеют, значит, пашня указывает на эту вспаханную землю. По пашне важно ходить мы сразу понимаем по вспаханной земле, а не просто по какой-то. Долго шли по пашне, мы понимаем, что мы у нас там был наш дом, но там многих нас вратарь. И все-таки опять же по корпусу выделяется круг контекстов, которые, видимо, это уходящие такие, уходящие слова «пашня», и в них слово «пашня» обозначает сельскохозяйственные угодья. Пашня «земля» предназначена для того, чтобы вспаханную сельскохозяйственные азлаки. Казаки имели землю, но богачи наши забирали лучшие пашни, а мы получали команды на овраге. Забирали лучшие пашни. И примеры другие на эту тему здесь 18-20-е. Сейчас слово «пашня» так не употребляется, сейчас будет «пахотная земля» или «пахотная земля». А мы когда-то говорили «пашня». Получается, что у нас у слова «пашня» современное слово «пашня» имеет две лексевы. Одна, которая сейчас стилистически нейтральна, это вспаханное поле, а другая, которая является уходящей, это «пахотная земля». И в лексеву пашня вспаханное поле входит указатель на момент наблюдения или на описывание на момент, это компонент присущ причастие с пахотной. А значение пашни пахтанной земля не входит, потому что там есть указание на назначение. Вот удалось найти два слова, два обозначения пространственных объектов, которые обозначают вид объекта в описываемом моменте. Не входит указание на этот вид в описываемом моменте. Призложенное описание слов лужайкой пашни системно. Системно. В каком смысле? Для интерпретации семантических особенностей этих слов не вводится никаких дополнительных понятий. Ни лето, ни теплого времени пруды. Он из слова описывается через компонент наблюдения или описываемый момент. А он принципиально важен для глобой системы из-за нас. На нем основана семантика форум континуус. Оказывается, что эта семантика континуус может быть существительной. Нам удалось описать семантику существительную через грамматическое значение глагола. Это хорошо, системно приветствуется очень. И в этом преимущественно нашего подхода перед таким описанием, когда бы напрямую вводились, указали на то, что лужайка это объект, как он бывает летом, а пашня это земля, которая бывает, когда ее вспахали. Потому что тогда мы потеряли бы общность слов лужайка и пашня, во-вторых, мы потеряли бы общность и во-вторых, у нас эти слова казались бы уникальными. Каждая из них существовала само по себе, указывает на какой-то вид, какой-то бывает, ну и что. А здесь мы видим, что просто глобальная грамма находится в семантике существительное. Это делается описание таким очень системным. У меня есть еще примеры на то, как компонент в момент наблюдения может вводить значение других групп слов. Надо ли это говорить или хватит этого примера? Сколько я уже говорила? Может быть, хватит грузиться семантическим анализом? Где-то еще в подесенном да, где-то что-то обрабатывал. Час. А без хватит десять минуту. Да, безусловно. Тогда я хотел бы больше сказать, что вот этот момент, шефер-компонент, момент наблюдения или описанный момент, он входит в значение, но пока найдено только двух слов обозначения пространственных объектов, он входит в значение некоторых обозначений человека, это вот из фундала действительно слова встали от поездок и оцепление в отличие от охраны. Оцепление это те люди, которые сейчас стоят вокруг дома, а вообще оцепление как такового, когда они расходятся, они перестают быть оцеплением. А охраной можно назвать людей, которые и сейчас охраняют дом, и которые вообще профессионально заняты охраной. Охрану встает охрана. Значит, когда они рано встают плохо, то они ничего не охранят. А сказать так оцепление нельзя. И вот мы и садник. А с наездником еще Адов. А с наездником Дарховым. Садник это тот, кто сидит в момент наблюдения вверху на лошади. Поэтому а наездник, который вообще профессионально занятел, что ездит на лошади. Поэтому хорошо сказать наездники сидели в буфете или в кофе, а если сказать всадники сидели в буфете или в кофе, то непонятно собственно на чем, как они сидели. То ли на стуле, то ли на лошади. Вообще когда мы скажем в буфете появились наездники это понятно они вошли, а в буфете появились садники это уже как-то несколько страшное. Ну и еще так сказать даже с учениц-фендоутов оказывается есть обозначение состояния человека который имеет место в данный момент. Вот например слово любопытство интерес это такое состояние ментальное и отчасти эмоциональное которое может сохраняться на большом промежутке времени и в этом смысле слово интерес вближается с present simple значит у нас есть большой промежуток времени в него входит указание на данный момент момент речи но это не значит что в данный момент кто-то у кого-то большой интерес к математике это не значит что в данный момент речи он прямо говорит интерес к математике он сейчас или опять а вообще на этом промежутке времени он периодически от времени достаточно часто испытывает интерес к математике когда же мы говорим что у кого-то любопытство чему-то то любопытство не подставляется ни в один из каких так сказать признак все а подставляется только в контекст который указывает на данный момент мучает любопытство разбирает в любопытство любопытство значит нет его интерес угаса значит вообще угас а любопытство угаса потом появится сейчас оно угасно мы любопытствия не можем в такие в таких контекст которые указывают на длительный такой вот Интерес к этой женщине с годами угас, но любопытство угасло. Не может с годами. Оно тут сейчас и угасло. Как началось, так и угасло. Следующий момент. Мы говорили о том, что компонент в приметении входит в семантику существительного, в лексическое значение существительного. Оказывается, этот компонент не обязательно входит в граммему глагола. Он может входить и в грамматическое значение глагола. Этот факт достаточно новый. Давно очень известно, что грамматическое значение не сочетается с лексическими глаголами, но без глагола преподавателя. Чем он сейчас занимается? Он сейчас учит детей арифметики. А он сейчас преподает математику. Это не в данный момент, а преподает вообще. То есть он сейчас учит детей арифметики. Это производит континуус. А он сейчас преподает математику. Это произвольит симпл. Там лексическое значение глагола установлено так, что это грамматическое значение с ним не сочетается. Оказывается, в русском языке есть глаголы, у которых в лексическое значение входит этот компонент continuous. Это целая группа глаголов. Один пример предложить описать глагол силится. Он силится-подняться, это счастье. Нельзя сказать, что каждый утром силится-подняться не может, это плохо. Иногда силится-подняться не может, это плохо. Селится только вот в данный момент. Но таких глаголов оказалось достаточно много. Петя сидит за столом и, как еще не бывало, макароны выписывали. Но нельзя сказать, что каждое утро они каждое утро едят кашу. Каждый день едят кашу. Девушка говорит, что каждый день как-то странно выписывают кашу, как эта гривость появляется. Ну и другие примеры. Еще пример. Вдали поднимаются горы. На горизонте рисовался силуэт корабля. Значит, здесь речь идет. Описывается данный момент. Ну, на эту тему мы там можем перестелить рассуждение. Мне кажется, это удивительно, это довольно правдоподобно. И, наконец, оказывается, что это указание на момент наблюдения может входить даже в семантику адвербиала. Больной спит. Ну, это вообще, казалось бы, главный момент. Континьюс. Больной спит хорошо – это не континьюс, это значит вообще спит хорошо. А больной сладко спит – это только континьюс. Значит, хорошо и сладко в этом контексте значит почти одно и то же. Ну, вот так они это все преподносят, эти глаголы, эти адвербиала «хорошо» и «сладко». Значит, вот получилось у нас такое системное описание, как мне кажется, в таких, ну, достаточно бериферийных вещах языке. Ну, а теперь можно перейти к основному вопросу. Значит, можно ли первый из вопросов вот так повозложить методикой семантического анализа? Значит, ну, вот методики нет, есть элистические приемы. Почему нет методики? Методика предполагает четкие команды. Проанализирует ситуацию. Как анализировать? Это, может быть, команда будет и четкой, но ангаритализировать и выполнение ее нельзя. Значит, ну, вот как-то человек думает. Второе. Проанализирует синонимы. Значит, я работала в большом проекте, который называется «Симонимические слова русского языка». Объяснительные. И могу сказать, что проанализировать синонимы нам до конца, ну, кому удается, кому нет. Это похоже на работу, вы спросите за налоги, психолога. Вот у одних психологов высокий уровень, там, излеченности или там, облегчение каких-то, невротических болей, а у другой низкий. А работают они по ним и тем же методикам. Значит, это не методика жесткого смысла слова. Это умение. Значит, методики жесткого смысла слова пока не существует. В принципе, можно было бы перебирать... Дальше, анализ сочетаемости. Можно было бы перебирать все сочетаемости. А компьютер может ее перебрать. Человек потом в голове это все держать и перебрать, но у меня не получается. Вот и получится. Что касается анализа отрицательного языкового материала, то есть лингвистического эксперимента в смысле с чем? То есть, если это надо понять, где у нас там будут отрицательные результаты? Мы же не можем все совсем перебрать. Значит, тут я могу выставить свое представление о том, чем методика семантического анализа, возможная, отличается от методики мифологического или фонетического анализа. Когда мы занимаемся фонетическим или морфологическим анализом, у нас в идеале есть списки каких-то канонических примеров, списки областов. У нас есть список морфин, корни окончания суффикса. И мы наш материал, наши цепочки, буфины или звуковые, сравниваем с имеющимися эталонами. Значит, когда у нас есть фонетический анализ, я прошу прощения, может, я сильно идеализирую картину, но у нас все-таки есть эталоны звуков, фонемы, эталоны аллофонов, эталоны изменений, эталоны признаков, характеристик. И мы все-таки можем что-то сравнивать с этими нашими эталонами. Это очень сложная задача, я это понимаю. Это что-то типа задачи распознавания образов, но она как будто бы, в принципе, решаема. А что, с чем нам сравнивать нашу семантику, когда мы занимаемся семантическим анализом? У нас, может быть, есть какие-то семантические... У нас ведь... Мы же, вообще говоря, когда мы занимаемся значением... Значение — это односторонняя сущность. Значит, нам не с чем сравнивать двустороннюю. Вот у нас есть лексема. Мы ее планом выражения можем сравнивать с планом выражения других лексем. Но это есть методики, алгоритмы. Понятно, как это сделать. А как сравнивать вот эти нематериальные сущности друг с другом, это я уже не знаю. И даже дело не в этом. Здесь можно с философской точки зрения обосновать, что все это возможно. Но у меня нет даже интуитивного представления о том, как это можно было бы сделать. Значит, так что ответ на то, как сделать, возможно ли методика семантического анализа лексического или грамматического значения, мне кажется, что невозможно. И потому, что такова специфика семантической системы языка. В отличие от... Эта семантическая система языка, она воплощена и выражена в двусторонних единицах, но сама по себя это идеальная сущность. И не знаю, как с этим обращаться. И, значит, у меня такое ощущение про человека, который достаточно долго этим занимался. Теперь, возможно ли в перспективе алгоритм для методика семантического анализа стиха? Это следующий вопрос. Одно дело методика толкования слова, а другое дело методика семантического анализа стиха. Но как, в принципе, можно было бы видеть эту методику? Вот перед нами есть строфа или там строка. Она состоит из каких-то слов. В принципе, существует... Ну, сначала надо определить слово, в каком значении это присутствует. Это лексема 1, это слово 2 или 3. Это алгоритмиумы, это можно сделать. Ну, это не очень простые алгоритмы, но идеологически они достаточно простые, кстати. Ну, вот где там стоит лексема. А что нам делать дальше? Ведь задача семантического анализа стиха в чем состоит? В том, чтобы мы взяли вот эту лексему стихи на какой-то позиции, в начале или в конце, или там вторая эта позиция, и увидели, какие там есть семантические компоненты, и потом делали просто покомпонентные сравнения внутри строки, внутри строфы, там что-то считали. Ну, так, грубо говоря. Но это, так сказать, идеология стиховедения. Значит, а что для этого тогда надо сделать? Вот мы взяли лексему, и мы должны иметь хорошее описание этой лексемы, хорошую дефиницию и какие-то хорошие ограничения. Ну, пусть иди комментарии, это уже дефиниция. Ну, такой вот содержательный. Значит, это значит, что мы должны иметь очень хорошие словари. И, как всегда, когда речь заходит о конкретном анализе какой-то предметной области, не говорю уже о стихе, просто предметной области, сводки погоды, объявления о продаже и покупке квартиры и так далее, выясняется, что всё упирается в словарь. Значит, надо сделать словарь, хороший словарь. И во всех принятых преподных системах, где речь идёт о семантическом анализе, люди делают эти словари сами, ну, как говорится, для своих задач, для решения, но под свои задачи. И действительно, есть семантический анализ, алгоритмизуемый или даже алгоритмизованный, для каких-то узких предметных областей. Вот эти сводки погоды, покупка-продажа квартир, ну, и что-то ещё. Вот где небольшой словарь и такой синтексик, такой крепкий. Ну, если, значит, когда-то Москва была уклеена объявлением об обмене квартир, это просто же, это были таблицы. Пять слэш три и, наверное, три слэш пять – это третий этаж пятиэтажного дома. Потом были свои условные обозначения для трёхкомнатной или двухкомнатной, где сколько лет, что проходило или не проходило. И такое, конечно, легко анализировать семантически. Там уже тоже есть семантика. Вот такие тексты с очень жёсткой структурой. А для анализа стиха, конечно, нужны очень хорошие толковые, очень полные толковые слова. Вот мне кажется, вот все эти ассоциации, которые мы имеем со словом «лужайка», что это что-то летнее, весёлое, мурзиночное такое и так далее, их же надо подтверждать чем-то. Мы же должны всё-таки уметь подтвердить. А для этого, для того чтобы это подтвердить, нам надо иметь хорошее описание слова «лужайка». Но вот нет таких описаний. И не надо надеяться, что они будут в близком будущем, потому что какое словарь я открою, включая этот словарь, в составе, который я самоработаю, мы вроде сначала, может быть, не покажется ничего, а потом какое слово не откроешь, каждое толкование нуждается уточнение. Почти каждое. Значит, если бы был такой хороший словарь, в котором так были хорошо описаны семантика, то можно было бы представить себе методику семантического анализа стиха. Пока такого словаря нет, приходится опираться на собственную интуицию, которую можно разработать, конечно. И, конечно, можно и нужно смотреть имеющийся толковый словарь, потому что там бывают очень хорошие находки и очень хорошие ходители, аспекты очень хорошо описаны. Но назвать это методикой никак нельзя, и тем более алгоритмом, потому что в многих методиках, с моей точки зрения, предположить, что это более строгое. Не только строгую команду, так сказать, выполнять и всё, но ещё и строгие предписания, как это выполнять. Значит, если стиховеди не согласны применять слово методика так, как его применяют психологи. Психологи работают по одной другой методике. Одни хорошие результаты, а у других нет результата. Тогда, по-моему, это всё-таки не методика. Это такие ценные указания. Ну вот я ответил на вопрос, который Татьяна Владимировна очень долго пыталась понять. Я считаю, что это будет возможным алгоритмом. По-моему, я всё, что могла, я сказала. То есть вашего доклада считает ещё сильнее? Что-что? То есть вашего доклада считает ещё сильнее? Да. Ну, значит, надо всем переключиться на делание хороших словарей. Тогда будет что-то возносить. Огромные же. Правда? Они будут огромными, потому что это же стих же неограниченно. Это стихи в любое слово. И старые, и новые, и выходящие, и приходящие. И вообще не помогли. Много светового. Так, ну что мы будем? Так, мы будем давно у нас едить. Да, да. Значит, у меня как бы два, ну, две двух замечаний, точнее по двум объектам. Во-первых, одно близко к техническому. По поводу определения костра. Что костёр – это устройство. Вот моя индивидиация носителя отчаянно сопротивляется. Вот, вот совершенно правильно. И именно, и пока вот это слово не будет найдено, это всё. Устройство – это враньё. Вот, вот, пока вот есть одно слово враньё – враньё и словами. Я говорю технический враньё. Понимаете? Не надо ещё костёр устройства. Вот, вот, вот. Вот, значит, есть какой-то, есть некая фундаментальная что ли, загадка, который в основном звонить слово устройство. Сооружение – тоже не капицы, я крутил у голове сооружение. Улучшено, но всё равно очень плохо. Вот, совершенно верно. Вот, поэтому… Вот, находка «Дену Спроксимум» – это, вот смотрите, значит, для каждого лихсему надо найти её родовых понятий, потому что мы толкуем через генус проксимум и список этих генусов проксимум должен быть конечным потому что мы не должны для каждого слова изобретать его генус проксимум, у нас класс есть, я с вами совершенно согласна то, что все прочли в 1974 году и считали как-то прекрасно, сейчас выглядит неудобоваримо дело не в том, что это на чем иронизировал Пармону Исащенко, Джон Каузирова убил, а начальник Литон это не Литон, это была словарная статья Литон Жалковский-Мельчук в ТКИСе, который тогда разрабатывался, это значит 70 какой-то год они втроем, это было на заре вот такой вот лексикографии, они втроем смогли найти ничего не нашли лучше, чем слухоустройство нет, я понимаю, я могу там еще много, как сказать, вернуться в ТКС, поэтому... я не стала ничего быть, потому что... а вы можете сделать лучше, нет? вот, я хочу, я только на второе замечание, на самом деле, как раз, как раз по другому ответу, значительно более, ну, эта критика, она, так сказать, отрицательная контекст, но думаю, что это, я не знаю, кому, может быть, поможет, моя, не знаю, критика, не критика, некие соображения по поводу лужайки, полянки, значит, мне представляется, что в этот путь описания через континью Сен-Дефини и через то, что сейчас растет трава или не сейчас растет трава, представляется тупиковым, почему? после вашего доклада первого я провел мини-опрос, а именно, я предъявлял разным носителем русского языка само сочетание «зимняя лужинка», значит, ну, примерно пополам, ну, на сравнимые группы разделились люди, для которых оно неприемлемо, это сочетание, оно кажется диким, ну, там, как там горячий снег какой-то или что-то в этом будке, или там, не знаю... есть, которым это совершенно приемлемо, более того, это слово «гуглиться», и первое, что гуглиться, это компьютерная игра, это игра для девочек, примерно подросткового возраста, это адаптация, локализация американской игры, где в названии нет ни слова «зимняя», ни слова «гужайка», это какая-то... что-то там, как видит, какая-то, она такая пейзажная, андуражная какая-то игра, такая красивая, там, цветная, там, какая-то, ну, бантиковая, там, какая-то девочковая такая игра, но, в любом случае, она называется по вот этим, ну, как бы, по общему пространству называется «зимняя лужайка». «Зимняя лужайка», тем самым, как бы, не является аксима, ну, пока не является частью. Ну, понимаешь, потому что в лужайке, в этой же фиге 2, а чего я говорю, приемлемо объекции. Вот, по поводу лужайки 2, мне окажется и этот путь тупиковым, каждый раз чуть что, значит, как подорванный, разделять на xm1, xm2. Мы можем приюхать теперь, там можно... В частности, с башней, например, я совершенно не согласен, я понимаю, почему надо выделять башню вспаханную в данный момент, почему чернеет башня, это не чернеет предназначенная... И, собственно, у вас в вашем материале есть негативные, ну, как бы, негативные контексты, отрицательные контексты, которые вы не объяснили, с моей точки зрения, а именно, почему нельзя сказать «лунная лужайка»? Ну, во-первых, я бы, ну, вы говорите, справедливо, что полянка, там, лужайка содержит ка. Но, дело в том, что полянка содержит... полянка, как бы, тривиально противодная от поляны. И, ну, у нас из две образования, такой же, как лук и лужок. Ну, лужок не в смысле лужку, а в смысле маленький лук. Ну, он очень близкий, лужок и лук, это, ну, примерно такая же... Там есть, понятно, что можно расти в разные стороны, там, эти размеры, там, летний, веселый, там, нельзя сказать, там, это самое... Загаженный лужок, наверное, плохо сказать, а лучше сказать, загаженный лук и так далее. Как и полянка загаженная, плохо, а поляна плохая. Это все, как бы, похожие вещи, даже если там есть разница, она не так велика, на самом деле. Она вообще индивидуальная довольно. В отличие от этого, лужайка, у нее этот к невнимаемый. То есть этот к, как и все уменьшительные суффиксы во всех языках зеленого шара, потому что там же нет суффиксов, типа китайского, где это корни бывшие, немедленно становятся субтанктиваторами. И они образуют существительное от чего-нибудь несуществительного или даже существительное от существительного, лишь мы с другими значениями. Поэтому лужайка, конечно, сделана из какого-то луга, есть суффикс «айка», который вообще непонятно что. Но в любом случае у него нельзя вытащить никакой лужай. Ну, как сам себе с «айкой»? «Айка» такой суффикс, он неподуктивный. Нет, 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 «айка». Опять же, есть лужок, я не говорю, я вовремя, что лужок. Лужок есть, а бужайка – это некое специальное образование, которое что-то другое значит гораздо больше, чем переход от полянки по полянке к полянке. Это не просто решение. И мы подходим к самому главному. Почему, мне кажется, то есть помимо того, что здесь асимметрия этих суффиксов «к», то есть я, конечно, только за, чтобы все суффиксы там сохраняли свое этимологическое значение от нас тактического языка в нашем мире. Ради бога, но… Я как раз об этом ничего не говорила, так не бывает, и это не касается. Ну, неважно. В любом случае здесь другие пропорции, другое словообразовательное значение, здесь явно другое. Поскольку, опять же, суффиксы не убивают. «К» и «Айка» не вытаскивают. Так вот, мне почему не кажется, что откуда берется разница, если мы проанализируем, например, лужайку перед домом, полянку перед домом, мы получим то же самое. Тогда мы должны и полянку перед домом считать искусственным образованием, полянкой 2… Полянкой перед домом хорошо, да. Опять же, мне кажется, путь вот это разделение на лисемое, искусственное или не искусственное – это тупиковый путь, потому что любое искусственное устроено принципиально так же, как не искусственное. У нас настолько смехотворно маленький вот этот тематический сдвиг, он на уровне, не знаю, ну… Каждый раз из-за этого определять, двоечку ставить, у нас все разделятся на эти самые… В данный момент, в данный момент, или искусственный, или естественный, и так далее. У нас все естественные объекты станут искусственными. «Солнышко» будет, «Солнышко-2», там, да. «Лёбу тут как-то лёдну». Ну, так вот, что мне кажется? Мне, опять же, моя интуиция, может быть, не она плохая интуиция. Возможно, что вам она не понравится, или там ещё она как-то не понравится. Значит, почему мне кажется… Что такое «лунная поляна» или «полянка»? Ну, «полянки» не бывает, как бы, а так. Почему «лунная поляна»? Почему не бывают лунные лужайки? Ну, здесь, как бы, никакой суффикс «к» сам при себе не сопротивляется появлению луны. Луна вполне может быть весёлой. Здесь это, опять же, уходить во всякие там народные представления о том, что луна вращена от солнца. Солнечко, светлое – это всё некая лапша для… Ну, как сказать, это… Ну, её же не было. Кого её? Луны? Лапши не было. Это, собственно, всё называется. Нет, так вот, мне кажется, что «полянка» – это, в отличие от «поля», не бывает «полянки» в чистом поле. Понимаете? А лужайка тоже не бывает. А лужайка, как раз, бывает где угодно. Лужайка, в любом случае, не требует вот этого огораживания. Луна – это означает, что у нас, несмотря на наличие крон деревьев, у нас проникает лунный свет. Лунная поляна – это где луна находится как раз над дыркой. Лужанка, лужайка не предполагает дырки. Именно поэтому нет луны. И поэтому лунная полянка перед домом – это значит, что дом стоит присутствовать. Или поляна перед домом. А лужайка – это когда он не стоит в лесу, это принципиально. А лужайка перед белым домом, поскольку он стоит посреди города, там невозможна поляна, а уже только лужайка. Именно потому. Во всем остальном он не похож. И зимняя лужайка, опять же, снимает вопрос о том, если мы его пленемем, считаем, что полгода носителей на идиоты. Это снимает вопрос о том, что данный момент растет трава. Это не важно. Важно, что у нас есть или нет вот этого ширмы, что ли, от солнца и от урны, но от солнца. Не спрячешься, а луны – запросто. Отсюда лунная поляна и отсюда зимняя лужайка. Потому что зимняя лужайка, если она перед домом, она… Важно, чтобы не было леса. Всё будет сравнительно. Всё, я с собой. Вы совершенно не отметили, что поляна бывает… Не очень слегка. То, о чём Вы говорили, и этого не касалось, это отмечено в славовой статье, по словам, но с этого, по словам, я не могла коснуться всех. Мне казалось, что эти различия не важны. Сейчас я объясню, в чём дело. Значит, по корпусу и вообще по литературе поляна бывает совершенно необязательно в лесу. Значит, у Пастернака сразу застался, и начиналась большая поляна. Значит, поляна… Там есть деревья, но необязательно со всех сторон. Хотя бы с какого-то техника. Хоть сколько. Правильно. Действительно, лужайкой можно назвать место, которое не перед домом. Среди камней нашли, ну вот, на склоне, можно сказать, лужайку, чтобы на ней поставить палатку. Можно так сказать. Значит, я сравнивала слова, вот обратите внимание, «поляна» или «поляна» лужайка, когда они обозначают одно и то же, когда они в лесу. Значит, а… У вас было много вопросов, поэтому я буду отвечать на них, как бы так сказать, ступенчато, и, пожалуйста, тоже дослушайте до конца. Значит, есть ли вот это объяснение, почему лунная поляна возможна? Значит, потому что есть дырка. Лунная поляна – это поляна, которая залетала лунным светом. Лунная полянка точно так же может быть залетала лунным светом, как и лунная поляна. Но почему же лунная полянка звучит хуже, чем лунная поляна? Про лужайку я потом отдельно скажу. Мой ответ состоит в том, что слово «лунный» предполагает отсутствие вообще солнца, отсутствие света, наличие темноты и ночи. Значит, по какой-то причине «полянка» не хочет сочетаться с контекстом, в котором говорится о темноте и отсутствии света. Почему? Потому что из-за этого уменьшит хуже. А лунное поле? Лунное поле или лунный лук? Без суффекса. Лунная поляна. Ну почему? Лунная равнина. Может быть, и возможно. Ну хорошо. Лунное поле для меня не сочетаемое. Ну для вас не сочетается. Мы же говорим о том… Лунный лук вообще обсуман. Это просто уменьшит. Слушайте, вот мы на это встречаем и переходим. Значит, я опять и здесь могу с вами согласиться, что лунные поляны нам как бы стандартно, потому что из стихов пришло, а что в стихах, то хорошо запоминается. Но тогда можно сказать так, лунные поляны – это неудачный пример, это не стандартное сочетание, потому что из стихов мы просто его запомнили. Вообще такого не бывает. Тогда почему можно сказать «унылая осенняя поляна» и нельзя сказать «унылая осенняя полянка»? Значит, всё-таки… Это другое. Это я согласен. Что жиллость и веселость и всякая там оценочность, она, конечно, сочетается со своей жизнью. Значит, я скорее бы сказала, что лунные поляны – это плохой пример, потому что, на самом деле, это тоже не стандартная сочетаемость, а, как говорится, на слуху, потому что это из стихов. Это как бескрайняя польза. Значит, с лунными полянами, все-таки разобрались. Это не из-за дырки. Нет. Значит, я говорю, что лунные поляны – это не стандартное сочетание, потому что действительно, везде стоят лунные горы, лунные равнины. Лунные поляны кажутся стандартными, то что это из стихов. Т.е. какой ты идиот защитил ко всем вам в стихах? Почему не идиот? Почему не идиот? Это не идиот, а не ко всем вам в стихах. Сергей Григорьевич, вам отвечают, все остальное вы обсуждаете. Значит, лунные поляны – это мы просто как бы… Я согласна, что это неудачный пример, его не надо вводить… В эксперимент по щебе вводить не надо. Красный пример. Хорошо. Теперь, почему же нельзя сказать… Значит, и, соответственно, с дыркой я совершенно там не согласна. С тем, что лужайка, как вы говорите, это описано в новости. Я просто здесь об этом не говорила. Теперь по поводу лужайки как искусственного объекта. Значит, вы считаете, что не надо дробить слово на такое количество алексейлов. Я с вами согласна. Можно не дробить… Тем более регулярная полисемия. Можно я говорю? Это нерегулярная полисемия. Сергей Григорьевич, fucked up 2 «게то вы найдете объекты, чтобы одно слово обозначало и искусственный объект и естественных», таких слов нету. Газон – только искусственный объект. Клуба – только искусственный. Стол – только искусственный. Где вы найдете такие слова? Поле, как Нива. Искусственный объект, ну, поле – Нива. А поле, как бескрайне снежное поле – естественный объект. Так никому не придет в голову, считать, что это одно значение. Вот тут все слова разделяют. Теперь вернусь к слове, к этому лужайке. Я огрубляю нарочно картину, чтобы не выгрузить слушателей лишнюю технику. В лексикографии есть масса приемов для того, чтобы различить эти степени раздельности значения. Здесь, может быть, было бы лучше говорить о том, что это отдельный тип. Бывает, что значение еще не сформировалось полностью, а только там что-то такое наклевывается. Наклевывается, вот у Дана Алексеевича, наклевывается, потом мы будем что-то сделать, где вот то-то и то-то происходит. Это, если вам нравится Алексея. Теперь по поводу этой игры. Когда я вот это обсуждаю со своими студентами, у меня информация была гораздо больше, чем у вас. Потому что у меня это много-много студентов, это обсуждалось у нас на секторе и так далее. Это все информация. Более того, у Пастернакова находят фейерверк зимой, и ракета, шипя, падает на зимнюю лужайку. Как только слово «лужайка» обозначает искусственный объект, она хорошо сочетается с особыми обозначениями снега и зима. О чем я и говорила. Когда же лужайка обозначает природный объект, ни в парке, ни там, где дети кувыркаются. И, кстати, вот эта игра, которую вы назвали, где девочки занимаются ландшафтным дизайном, это же тоже искусственный объект. Поэтому там хорошо сказать зимнюю лужайку. Это то, что вы сказали перед вами, как раз на мою мнению. На то, что эти две вещи надо разделить, назвать их лексемами, круговыми употреблениями, хоть горшком назовем, но разделим. Тогда становится понятно, что та лужайка, которая в лесу, она обозначает объект летний. А та лужайка, которая искусственна, она обозначает любой объект, потому что она искусственная объекта, она создана на все годы. Насколько именно картинку эти девочки играют в лесу как раз? Я не люблю этой картинки, потому что опасно, опасно, образуется. Нет, не картинка, это не важно. Привод носителем сделано. А сейчас слово лужайка разрывает. У меня тоже опыт общения с студентами и анализа этого. Сейчас слово лужайка сдвигается в сторону этого искусственного объекта. Теперь по поводу слова пашня. Это действительно вполне дозначительный слов. А теперь, вот займемся анализом ситуации, если не угодно. Когда мы говорим «долго шли по пашне», что это значит? Это похоже на «долго шли по жневью». Вот торчит это вот и мешает этим. Жневью это торчит. «Долго шли по пашне» — это пачкали ботинки в этой черной земле, засыпалась она нам в нашу обувь. Вот когда говорят «по пашне важно разгуливают грачи», вы почему-то сразу представьте себе черную эту землю вспахнула. И словарь толкует «вспаханная земля». А в других словарях толкуется как, грубо говоря, пахотное угодие, а за палками дают вспаханную землю. Почему, если мы говорим «долго шли по пашне», мы сразу себе представляем картинку, что мы идем по вспаханной земле, а не по пахотной земле? Потому что слово «пашне» есть такое значение. Это вот анализ ситуации. Значит, если это слить в одну лексику, пожалуйста, опять разделите на два круга потепления. И на два подкруга. Дело в том, что вот эти вот обычные словари, вот эти параллелики, эти палки, и шапки по выбору этих костерах, это два значения, или вот это АВ в костре, это что такое? Это одно значение? Значит, посмотрите внимательно. То есть или огонь этого устройства, это то же самое. Смотрите, костер в последней срочке равняется устройстве для АВВ, это размышления лексикографа над тем, как он будет толковать костер. А дальше костер, курсивый, с накрая, с тревога, устройство для... Или сам огонь, вот, или сам огонь, вот, то же самое просто с пашней. Можно это сделать в или, не то, что это другое слово, а это или, и то же самое в полянке, или, в лужайках. Вы знаете, я вам надо сказать, что я достаточно много заменула систематическую структуру слов с таким дизъюнтивным значением, и вот так и сходу, вы говорите, можно сделать или. В костре есть, а в пашне нет. Ну, знаете, это меня надо читать в новом докладе, у меня на эту тему, знаете, это самое вот столько написано. Столько протолщения страниц. Это очень слотая организация значения. Надо это каждый раз обосновывать, когда у нас или, а когда у нас не или. И это, вот если Татьяна Владимировна меня пригласит, я вам скажу, вот почему или иногда возможно, а иногда нет. Я бы сказал, что или это... Ну, вы бы сказали. Вы толкуете, не отбалдый, это очень бросается в глаза. Пожалуйста, не отбалдый, вы, вот вы и сделаете. Как говорил Мичок, вот вы и сделаете. Вам не нравится, сделайте подобное. Вот меня смущает, у Сергея Григорьевича полное отсутствие положительных программ. Как Перцов возражал, оказалось, что у меня положительный программ. А от вас мне как-то добиться не может. Нет, у человека имеет право возражать. Мы находимся в скорпионах, в связи скорпиона. Я умею взрывать дома, а не их строить. Это моя профессия, понимаете? Сможно я отвечу на вопрос? А зачем? Есть, если я труда. Разно и ломать не строя, давайте не приходить. Нет, это ломать, это очень даже сложная речь. Значит, ломать, то есть сначала построить, иначе сам. Я отвечу на вопрос. Хорошо. Значит, я вам пыталась вначале сказать... Нет, ну я понял, да. Нет, я вам пыталась вначале сказать, вам, все, не только и вам, что соблюденная семантика представляет большие требования к семантическому мета-языку. Значит, в семантическом мета-языке, как я, Владимир, как я работаю, принято определенные и очень жесткие требования к связке пили. Значит, если толковать, как вы хотите, эти требования нарушатся. Это, смотрите, очень серьезно. Перестраивать, вот вы взрываете. Это надо весь подвезти. Нет, вы можете понять, почему нельзя... Я вам это обидеть. Пожалуйста, я могу вам дать ссылку на эти статьи. А сейчас я вам это рассказываю. Я вам встал, я за что-то говорила. А вы все равно не слушаете. Нет, я слушаю, но... Но он взрывает. Он слишком долго. Слишком долго объяснять, почему не или. Все, все, все. Все, понимаете, это какая-то нормальная. Я понимаю. Она, конечно, проще, чем математика, но все-таки, да, сразу же, долго надо объяснять какие-то вещи. А что еще проще? Ну, вы знаете, я со своими мозгами это усвою, а высшую математику, то у меня... Высшая математика, да? Нет, я думаю, что... Потому что сложные семантики ничего быть не могут. Сложные семантики как языкового опыта, но не как теории, которые принесут. Нет, ну, правда, теории пока еще недостаточно разницы. У нас есть еще вопросы, господа? Я за создание вопросов, может, я бы все равно объяснил, мне просто интересно, а как вы относитесь к такой дисциплине, когда есть персонал? Как это отношусь? Дисциплина, дисциплина. Ну, не вступает от противоречия такое... А что вы понимаете по дискурс-анализу? Ну, это из английской школы дискурс-анализу, которая вообще рассматривает каждое слово, да, то, что вы называете сейчас анализ перезактивного материала, анализ автоматически связанного группы слов и так далее, да, вот такие вот объекты, да, связанные даже не столько с языковыми вленьями, сколько с вленьями, ограниченными в рамках какого-то определенного дискурса. Это вообще нет, дискурс-анализ, это, грубо говоря, анализ текста, это совершенно другая вещь, потому что там анализируются устройства текста. Тексты? Дискурс-анализируются устройства, а мы анализируем различные значения. Другое дело, что дискурс-анализируем различные значения, а когда мы анализируем различные значения, мы тоже должны все-таки его куда-то в контекст поместить. В этом случае они пересекаются. Но это очень разные вещи, и это просто, это даже не то, что, там, они анализируют текст, а я анализирую Алексею, это большее разное. Ну, то есть, в принципе, можно так говорить, да, что у Алексеева, существующего в языке, ну, есть какое-то самостоятельное значение, никак не связанное с техническими устройствами, с которыми она была употреблена по-насторическому? Нет, так нельзя говорить. Не знаю. Абсолютно нельзя говорить, потому что значение Алексеева должно быть согласовано с контекстом, согласовано не метафорически, а тоже в точном и метафорическом смысле, но, если угодно, сейчас понимаете, метафорическому. И Алексеева, вообще, слово уже вне контекста не существует. Ну да. Мы поэтому делим слова на значение, потому что это все, вот, контекст от нас этого требует. И, более того, если, кажется, в своем соседстве, в связи, не с какой-то не так, потому что, как слова меняют значение? Ну, известно, например, что союз А, когда-то, например, в русском языке, не совершенно не то значение, что сейчас. И известная поговорка, которую нам все преподносили как атеистическую, «На богу надейся, а сам не плашай», на русский язык современный переводится так, «На богу надейся» и сам не плашай. Значит, а почему союз А так сдвинулся, он перестан предплоснуть соединительным союзом и стал, так сказать, противидимым? Потому что в какой-то момент люди говорят, вообще говорили и пишут, тем более формулы, грешей и так далее. То есть в какой-то момент союз А почему-то закреплялся за определенными контекстами, а в других он стал меньше употребляться, и он изменил семантику. А на самом деле он изменил просто, он просто переехал в другие контексты, он сам не хотел меняться. Это легенды. Новгородский грамот, он с самого начала, с первой грамоты такой, как сейчас. Он противителен. Значит, новгородские грамоты – это не легенда. Новгородский диалект – это особый диалект. Особый диалект. А я имею в виду не новгородский диалект, а то, что нам представлено в другом власти памятников. Новгородский диалект – это не легенда. Но в новгородском диалекте ССА был противительным. Был противительным. Правильно, а в других, а не в Новгородский диалект, он не был противительным. Это известно. Значит, вы считаете, что слово «Болгу Игорева подделка»? Разумеется. Хорошо. Тогда у Анны Печкадзе есть статья, потому что у меня примеры слова «Болгу Игорева». У меня здесь слова «одружение Ами» это справедливо. У Анны Печкадзе есть большая статья по Союзу А, из которой видно, что это соединительный союз, а Союз И был тогда маркированным. Это было не маркированную соединительную связь, грубо говоря, сейчас говорю очень не семантически, но мне кажется, интуитивно понятно. Не маркированную соединительную связь выражал Союз А, а маркированную союз И. И Залезняк пишет об этом. Описание новгородского диалекта Залезняк об этом пишет, что Союз И выражал маркированный какой-то, и притон, а также. Вот это обозначал Союз И. А Союз И обозначал просто такую вот широкую связь, потому что сейчас обозначает Союз И. Но есть и другие слова, которые меняли. А вот, кстати, слово «впору». Я как раз понимаю слово «впору», но вот такие мелкие слова. Значит, слово «впору» закрепилось в каких-то контекстах. Почему оно там закрепилось? Это ясно из пустулатов Грайса. Сейчас некогда рассказывать. Оно изменило семантику. Современное слово «впору» отличает от слова «впору» даже 19-го века. И это очень странно. В 80-х годах 19-го века слово «впору» употреблялось не так. Даже в ботинке «впору» и то не так употреблялось. Я уже не говорю о том, что там повесится «впору», и то не было по-другому. Вот все было по-другому. То же слово закрепляется в другом контексте. С исторической точки зрения словами имеют значение, потому что они почему-то оседают в каких-то контекстах. Здесь даже вопрос, как это зависит или как это связано со значением слова. Бывает такое, что какая-то сочетаемость невозможна вообще не в связи с семантикой, а потому что идеология дискурсия не позволяет связывать слова одного, какого-то семантического или несемантического одного. Если вы выбрали пример, я могла бы ответить вопрос. Спасибо, я постараюсь. Ну все, наверное. Я считаю, что это не чертю. А что, хотите задать вопрос? Нет, я хотела сказать. Что вы говорите, материнство аналитики? Это даже вы сказали к вам в полнейшему восторгу. В принципе, если будут словари. Но словари, вы не понимаете иронию. Вы не думаете иронию? Нет, я считаю, что просто наука двигается и так. Мы никогда не можем сказать, на каком этапе скорость она пойдет. Но когда я в курсе на втором сказала папе что-то подобное, по поводу непознаваемых каких-то особенно поэтических обстоятельств, он сказал, что в биологии сначала считалось, что ни в коем случае не познаваем человеческий организм. Господь создал, что там внутри абсолютно непознаваемо. Потом начали проводить анатомические исследования. Тут выяснилось, что очень даже все закономерно, четко, понятно. Ну и некоторое время с этим жили, так сказать. Дальше начались химические исследования. Да, неорганическая химия, все понятно. А тут органическая. Совершенно непознаваемо. Господь Бог создал. Абсолютно невозможно разложить на компоненты никак. Думали, думали, думали. В конце концов оказалось, что просто все на порядок сложнее. Все начало научно описываться. И так далее. То есть наука двигается этапами. Это значит, что на данный момент, ну, некоторые вещи решить не можем. Решим ли мы их через 300 лет, через 100 лет? Я это будем не верить. И через... Мне без разницы. Наука идет. Мы вкладываем свой собственный кирпичик. И будет ли это через 300 лет, или через 30 лет, или через 7-8 лет, что тоже, как сказать, я думаю, что будет очень сильно ускоряться развитие науки. Потому что с одной стороны, вот вожди учителя высказывали подобные вещи в воспоминании Жилковского. Мельчук отвечал, что никаких научных методов не бывает и быть не может. Надо просто раздать глаза, шевелить мозговой извельный, трудиться в поте лица. И не заморачиваться за дурацкими вопросами. Это вопросы про методику. Вы знаете, вот с этим совершенно сформулись. Да. Так я начала понимать некоторые ваши возвращения, прочтя вот это. Так что спасибо Жилковскому. Но мы уже сегодня наблюдали некоторую логику действий. Мне вот логика после вашего доклада, вот логика действий начала быть понятной. И для меня вот, например, это огромная польза от этого была. Вот. Почему я думаю, что все будет ускоряться очень сильно? Потому что с одной стороны, мы имеем вождей учителя и методики не существует. С другой стороны, мы имеем компьютерных лингвистов и просто компьютерщиков, заходящих совершенно другой стороны, которые не могут сказать компьютеру, чтобы он пошевелил извилинный и не заморачивался грудой. Вот. Им нужно какой-то более структурный адресант. Сейчас коммерческие компании, потому что совершенно очевидно, что всякие агромикрософт и так далее, вполне согласны насчет той самой методики. Потому что они вкладывают хуже денег, а коллега Михайлович говорит, семантика, автоматический анализ засекречен сильнее, чем атомной бомбой и всех вот вариантов анализа. На диалоге, на котором я докладываю стиховение со всей своей необыкновенной формальности, на диалог пока еще только отчаянно пробивается. И не факт, что пробьется с этого года, да? Не знаю, что мне не ответили, потому что, видимо, офигели совершенно. Там никогда не было никакого стиховения. Диалог – самая крутая конференция по компьютерной лингвистике, когда мы пытаемся пробиться. Лена, несмотря на, так сказать, предполагаемое отсутствие методики, является постоянно не только участником диалога, а его экспертом. И на диалоге всегда бывает огромная секция семантической. То есть не только я, но Майкрософт, Ави и так далее тоже явно надеются, что семантические методики будут. И сейчас это решается экстенсивно. То есть берется огромное количество народу. Им платятся довольно хорошие деньги. Есть, надеются, что… Вы хотите сказать, что эти у нас за золотистыми силами? Нет! Нет! Вот как раз, как сказал Олег Михайлович, что один или два гения решили бы проблему гораздо лучше, чем вот эти огромные оплачиваемые коллективы. Но когда есть такое давление, когда это все время нужно, 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 то, извините, один и два гения появятся тоже. То есть можно делать? Можно полуслова добавить. И не только из биологии, по-моему, прекрасные примеры. Я просто помню, когда смеялись над теми, кто говорили, вот сделаем программу, которая будет хорошо играть в шахмат. Смеялись и говорили. Ну хорошо, на среднем уровне – да. Но если бы так дальше… Я помню, те года сказали, а вот компьютер будет обыгрывать чемпиона… Сказали бы, ха-ха-ха, идите рассказывайте о каком-нибудь невеже. Сейчас говорят, что невозможно обыграть компьютер даже чемпионами. Прошло, ну, лет 40, не больше, тех насмехателей до теперешних… Ну вот теперь кто дожил до этих пор, смотрит, что были правы те наивные, которые говорили, а компьютер сможет, да. Так что бывают вот такие неожиданные повороты. Нам будет лежать на шкеп печень, вот. Мне позволить теперь все-таки сказать, что Абби и все, на кого вы ссылались, они занимаются семантическим анализом… Очень ограничительно… Да, примитивно. Нет, нет. Совершенно нет. Они занимаются семантическим анализом заданной предметной области. Это очень… А стихи – это не заданный предмет. Это первое. Второе. Значит, мне очень, конечно, импонирует декартовская ясность вашего папы – биолога. Так сказать, наука все может. Но я хочу сказать, что вот психологи, которые изучают сознание, они почему-то немножко по-другому на все это смотрят. Я не обиду психологов таким, а психологов-научных, которые изучают сознание. И вот там пафос, например… Ну, хотя вот Аллах Вердов, у него такой замечательный пафос, он дает даже определение сознания, которое как-то все удовлетворило на прошлой конференции, на прошлой конференции. Да, да, да. Как-то они все примолоты так и так слушали, да. Вот. А все-таки у него три четверти по крайней мере его книги посвящено двухтонной, посвящено вопросу о том, насколько загадочно сознание. Значит, и вот я бы все-таки… Значит, из того, что… Вот вы сейчас поняли, как работает человек, который называется «Семантика», я очень благодарна за это, но это еще не… Логика, логика исследования еще не значит алгоритм исследования. Ага. Ну, вот… Мне кажется, это не сейчас. Мне кажется, что… Ну, это… Вот я, так сказать, я же не футуролог, я уже сейчас имею в виду. Все. Ну, я думаю, что… Сейчас, вот сейчас я хочу сказать, такие надо же объявить. Тем не менее, все-таки… Я думаю, что наука пошла по этому пути, и что скорость все равно не прогнозируемая, но думаю, что будет довольно большая. Ну, если считать, что в этом сильно заинтересованы всякие, ну, специальные слова… Ну, я не знаю, как у нас насчет гений, да, но… Нет, ну, насчет гений у них никак, естественно. То есть, гений у вас сам, это… Гений – он сам по себе. Гений – вот это, как Перельман, и как еще там были… Ребята, я не помню фамилию, в которой Терен Ферман оказал. Потому что это маргиналы. Закон. Это люди, которые… И это закон. Даже вне официальной науки. Ну, машинный перевод – еще один пример. И пусть плохо переводят машину, но это так помогало. Это все, как бы, вместе. Это вместе. То есть, если будет решена задача, ну, какой-то, хотя бы, частичной формализации… Вот. Да, да. По инструменту. Нет, такая задача уже решена. В разных системах она решена. Ну, почему фамилия? Да она решена во многих, там, где они анализируют, на ограниченную предметную область. А как же? Ну, а, например, в предметную область – это… Ну, что это нормально? Да, да, да. Это не начается. Это не начается. Мы же только начинали с ЯМБА, они сразу упадли в свободный стиль, так сказать… Да, да, да. И, может, Бог сказать, вот что это униформализация ЯМБА, свободный стиль… Да, да. Надо начинать с простейших вещей, конечно. Да, да. Совершенно нормально, вечно мы ждем.